МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска ООО «Банк Саратов». Поддержка фермеров в приоритете. Представители общественности, власти и бизнеса обсудили самые актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства. Волна благоустройства в Саратовском районе подвели итоги конкурса по облагораживанию дворовых территорий. Ровных дорог и исправных авто. В преддверии Дня автомобилистов всех работников транспортной сферы региона поздравили первые лица города и области. Добрый вечер. Вы смотрите программу «События Саратов» в студии Екатерины Игнатьева. Поток мигрантов в области растет с каждым днем. Сегодня в этнографическом комплексе «Национальная деревня» прошло заседание региональной общественной палаты. Главной темой стала внутренняя миграция населения и нарастающий приток граждан из Узбекистана, Казахстана и Украины. Бизнесмены обсудили и программу переселения соотечественников, которую с успехом реализуют в Саратовской области. Из ближнего зарубежья на родину уже вернулись более двух тысяч человек. Но количество трудовых мигрантов значительно выше. И сегодня они приезжают целыми семьями. Зазвание. У вас честное отношение, где вы говорите, даже масштабы страны... Нет, конечно, конечно. Я расскажу о том, чем... Такая большая масса мигрантов вливается в наше российское пространство. Около 60 тысяч граждан остаются у нас в области и встают на миграционную очередь. То есть это примерно каждый пятый. Если взять в целом... Сделать средства по 60 тысячам, которые встают на учет, то примерно 5 тысяч получают разрешение на работу. Понимаете, какая маленькая часть. И 7 тысяч получают патент по работе у физических лиц. То есть, грубо говоря, 12 тысяч из 60. То есть каждый пятый, грубо говоря, это человек, который приехал сюда трудиться, платить налоги и, по крайней мере, быть легально в зарегистрированном территории. Чиновники, общественники и лидеры национальных культурных объединений обсудили самые актуальные вопросы сельского хозяйства. В рамках специальной встречи они не только поговорили о запасах зерна и муки, но и затронули тему ценообразования. Как выяснилось, в настоящее время по стоимости основных продуктов питания Саратовская область в ПФО занимает первые места. Обо всем поподробнее расскажет Наталья Тарасова. Знаменитый саратовский калач. Бренд региона определяет основную тему встречи – продовольственное обеспечение. Нелегкие погодные условия подчеркивают актуальность вопроса. Несмотря на тяжелый такой засушливый год, об этом много уже говорили, в Саратовской области и сельхозтоваропроизводителям удалось со стихией справиться и, в общем-то, порядка 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна получить. Значит, этого урожая для нас достаточно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. На эти цели нам необходимо 410 тысяч тонн зерна. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить отрасль с семенным материалом. Наглядное подтверждение благополучия – эффективная работа мукомольной и хлебопекарной отрасли. Как отмечает министр, на предприятиях региона производится свыше 160 видов хлебоболочных изделий. Должны радовать покупателей и цены. В настоящее время мы по основным продуктам питания в ПФО занимаем первые места. По хлебу, по молоку, по говядине, по баранине, по маргарину, по сырам, по соли, хотя она у нас не производится. То есть мы будем удерживаться в этих позициях, несмотря на те инфляционные процессы, которые, конечно, будут продолжаться. Поддерживают политику сдерживания цен. В арсенале правительства, сельскохозяйственные ярмарки и акции в сетевых магазинах. Сегодня снижены цены на картофель, яйца, крупы и бобовые. Ожидается небольшое подорожание муки и мяса птицы. В центре обсуждения и другие вопросы. Один из самых главных вопросов продовольственной безопасности – это вопрос как переработки сырхозпродукции, производимой на территории Саратовской области, так и поддержка фермерского бизнеса, так и поддержка начинающих фермеров. Такие встречи станут традицией. Представители общественности, власти и бизнеса соберутся вместе, чтобы услышать друг друга. Наталья Тарасова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов. В этом году в отопительный сезон Саратов вошел оперативно. Однако из-за некоторых недобросовестных управляющих компаний проблемы с подачей тепла могут возникнуть в ряде жилых домов. Впрочем, ситуация под контролем руководства города и профильных служб. Подробнее Влада Черняева. Саратов успешно вошел в отопительный сезон. Тепло появилось во всех социальных объектах и почти в каждом жилом доме. Но и в этой благоприятной ситуации нашлись управляющие компании, которые продолжают спекулировать на доверие жильцов. У нас дом-комплексом – это ложка дегтя в нашем районе. На контакт с администрацией ни на какой не идут. Дома практически не готовились, хотя они заявляют, что мы все сделали где-то в колуарах. Они неоднократно приглашались и в компанию ВТГК, на штабы в администрацию не появлялись. Поэтому на сегодняшний день они, конечно, включаются, но долги растут с каждым месяцем. И долги накопились немало. И за два года дом-комплекс задолжал уже более 70 миллионов рублей. И теперь с каждым месяцем нового отопительного сезона эта цифра будет увеличиваться на 7 миллионов рублей. На управляющую компанию уже завели три уголовных дела. Уголовные дела заводятся, заведены по дом-комплексу. Но, к сожалению, движения по ним очень-очень незначительные. Результатов мы пока не видим никаких. Ситуация только усугубляется с платежами. Жители к своей управляющей компании относятся терпимо. Покрашенные подъезды и прочные лавки во дворе – залог их доверия. О том, что деньги, которые взял с них дом-комплекс, до поставщика тепла горячей и холодной воды не доходят, они и не догадываются. Жители этих домов не должны страдать, поэтому включение этих домов идет. Но на сегодняшний день договоров с управляющей компанией с этим у нас нет, потому что началась процедура банкротства. И дом-комплекс, он то с большой буковки К, то с маленькой буковки К. Договоров на сегодняшний день у нас нет. Подготовка домов каким образом производилась, мы не знаем. Ни одного акта готовности по тем домам, которые обслуживаются в ОСК и ТГК в части теплоснабжения у нас нет. Переговоры с недобросовестной управляющей компанией результатов никаких не принесли. А возбужденные уголовные дела и многочисленные жалобы правоохранительные органы старательно игнорируют. В Саратовском районе подвели итоги конкурса по благоустройству дворовых территорий и муниципальных образований. В рамках мероприятия не только опилили деревья, но и облагородили парки и скверы. Эту инициативу власти поддержали жители отдельных домов и приняли участие в конкурсе по благоустройству территорий. Победителей выбирали в нескольких номинациях. Для того, чтобы определить самый лучший двор, даже создали специальную ведомственную комиссию. Репортаж Ксении Зубиной. Пятилитровые бутылки из-под воды. Вырезали тоже, красили, насыпали землетит и сажали. Шедевры создают из подручных материалов. В собственном дворе разбили настоящий парк. Здесь плывут лебеди, а по соседству пасутся экзотические животные. Над этой экспозицией жители станции Тархана работали все лето. Элементы будущих скульптур собирали всем двором. А колеса на поселке у нас сколько угодно везде, в поле, везде, все перевозили. Все, вот, вся эта наша красота. И клумбы точно так же, и это вот вывернуты тоже, а потом уже стали так ставить. У меня внук тут живет, внук у меня, вот, Сережа, нам колеса надо, да бабуля привезу, пожалуйста, вот. А началось все с обычного субботника. В этом доме нет управляющей компании, и за территорией жители следят самостоятельно. Просто вышли, два человека вышли, ну, в окно посмотрели, ага, убираются. Ну, мы решили тоже присоединиться. Когда местные власти сообщили о том, что будут проводить конкурс по благоустройству, посвященный 75-летию Саратовского района, жители станции Тархана решили сразу же принять в нем участие. Правда, говорят, старались не для того, чтобы выиграть. Мы делали просто для себя. Теперь за свой труд получают звание самого благоустроенного двора и почетную грамоту. Спасибо. Поздравляем от Анатолия Петровича. Спасибо. Так держать. Но это еще не все подарки, которые получают победители. Самую главную награду, садовый инвентарь, выручают сразу после официальной части. Греби, греби, Николаевна. Все, 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 видите, какая чистота. Давайте, давайте, бейте. Волна благоустройства прокатилась уже по всему поселку. В соседнем дворе тоже собственный парк. С каждым днем тех, кто решил присоединиться к всеобщему субботнику, становится все больше. У них идет очень хорошая, добрая конкуренция. Сами видите, люди проявляют свои творческие способности, создают целые спектакли, пишут хорошие сценки. И все это понемножку. Если человек идет и видит вот эту красоту, у него и мысли хорошие. То есть он думает о хорошем. Если он о хорошем думает, значит он хорошо делает. Подобные конкурсы по благоустройству проводят по всему Саратовскому району. Самое главное, что жители активно поддерживают такую инициативу власти. В планах привести в порядок весь район. Мечта была моя, когда пришел в район 7 лет назад. Это чтобы у нас наши поселки, наше муниципальное образование, наше поселение выглядели так, как, ну так скажем, в среднеевропейской стране хотя бы. Чтобы были дороги, чтобы были полисаднички, грубо говоря, детские площадки, парк отдыха небольшой. Чтобы это было, было на что посмотреть и чтобы людям было приятно жить там. Конкурс на самый благоустроенный двор в этом году объявили впервые. Но после таких достижений жители района власти намерены повторить подобные мероприятия уже в будущей весной. Ксения Зубина, Дмитрий Сколовтов, Центр Саратов. Возрождение для развития. Фермеры Саратовской области берут и восстанавливают старые животноводческие помещения. А стимулируют их государство. Цель таких программ – полностью заменить разрушенные коровники на современные комплексы. И определенных успехов в этом направлении уже удалось добиться. Екатерина Заграничная побывала в Базарно-Карабулакском районе, где полным ходом идет реконструкция. Восстановили из руин. От старых коровников остались только стены. Глава хозяйства долина Базарно-Карабулакского района рассказывает, Помещение полностью реконструировали, добавили больше света, улучшили вентиляцию и заменили полы. Теперь планируют увеличить поголовье. Вот сейчас у нас 300-315 коров, 95 мясного направления и 220 голов молочного направления. Ну вот в планах мы рассчитываем 400 голов дойных. То есть два гурта по 200 голов у нас будет. И помещение у нас позволит. Реанимировать и модернизировать то, что когда-то было заброшено. Только в Базарно-Карабулакском районе за последние 6 лет привели в порядок более 30 животноводческих помещений. Стимул – всевозможные программы государственной поддержки. Абсолютно правильный подход. Потому что вообще крестьянин всегда отличается своей смехалкой и практичным подходом. И правильно, не надо изобретать велосипед. Вот стоит там как бы полуразрушенное или ветхое здание и сооружение. И понятно, что лучше его отреконструировать и восстановить, чем построить заново. Это гораздо дешевле. И есть к чему стремиться. Например, Ушан Акчурин уже дополнительно решил запустить переработку. Молочный цех также сделал из старых построек. Осталось лишь установить оборудование. И смысл есть работать. Потому что когда приятно. Если вот все новые помещения, новая переработка будет. Это интересно даже самому ходить. Приятно смотреть на это все. Ну, конечно, без помощи государству мы не обойдемся. А она будет. Тем более, что в этом году заработали и новые программы. По поддержке начинающих фермеров и по развитию семейных животноводческих хозяйств. В госпрограмме, которая сегодня принята на правительстве Российской Федерации, значит, мероприятие по этому направлению расписано до 2020 года. Значит, эта сумма будет идти ежегодно с увеличением. Поэтому я думаю, что мы, в общем-то, на правильном пути находимся. И еще значит, что с каждым годом на территории Саратовской области будет все меньше вот таких разрушенных коровников. Из них заинтересованные фермеры сделают образцовые животноводческие комплексы. Екатерина Загранична, Олег Бирюков, Дмитрий Соколов, ТВ-центр Саратов. В это воскресенье по всей стране будут отмечать День автомобилиста. В преддверии праздника всех работников транспортной сферы региона поздравили первые лица губернии. В этом году мероприятие прошло уже в пятый раз. По традиции для всех гостей праздника творческие коллективы города показали свои самые лучшие номера. Среди зрителей была и наш корреспондент Жанна Гольцова. На транспорте работают самые красивые девушки. Кирилл, постой, ты тоже самое говорил медикам, строителям. Да, я везде говорил, что на транспорте работают самые красивые девушки. Не только девушки, но и настоящие мужчины. День автомобилиста раз в год объединяет всех любителей дорожной романтики. Профессиональный праздник отмечают с размахом. Для всех неравнодушных к транспорту людей в нашей стране, я считаю, бывает только два праздника. День автомобилиста и Новый год. Принимают поздравления от первых лиц области. Тем, кому стал родным шум мотора, желают гладких дорог и исправных автомобилей. Хотелось, конечно, во-первых, поздравить всех транспортников Саратовской области с профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, успехов и, конечно же, развития транспортной отрасли Саратовской области. С гордостью несут свой профессиональный статус. В транспортной отрасли региона трудятся тысячи людей. Одни каждый день доставляют пассажиров в разные точки страны, другие следят за технической частью. И каждый год на традиционном конкурсе демонстрируют свое мастерство. На этом конкурсе соревновались лучшие водители. Определялись автобусов большой вместимости, автобусов особо малой вместимости, лучшие транспортные предприятия, транспортного комплекса. Итоги подвели в преддверии праздника. Дипломы с почетной надписью «Лучший» получают те, кто смог доказать, работа стала главным делом всей жизни. Диплом третьей степени вручается слугину Евгению Викторовичу, водителю ООО автоколонна номер 40, город Энгельс. Ряды ветеранов пополняются молодыми сотрудниками, которые перенимают опыт и тонкости профессии, и с уверенностью смотрят будущее, знают, их работа всегда будет востребована. Жанна Гольцова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. Банк «Саратов» предлагает вложить денежные средства в золото в безналичном виде. Отсутствует НДС, нет издержек по хранению и перевозке металла. Введение счета бесплатно. Доход в виде разницы между курсом покупки и продажи. Металлический счет. Достойное дополнение к банковским вкладам. Банк «Саратов» также осуществляет кредитование субъектов малого и среднего бизнеса под залог недвижимости на взаимовыгодных условиях. Программа ипотечного кредитования на приобретение квартир в домах-новостройках и на вторичном рынке жилья по низким ставкам. Первоначальный взнос от 20%. Срок кредитования до 20 лет. Банк «Саратов», улица Шелковичная, 177. Тройное W, банксаратов.ру